Здравствуйте, дорогие друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пастор Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день!» Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить на тему «Страк Господень». И очень важно нам понимать этот фактор, который должен присутствовать в жизни христианина, человека, который последовал за Иисусом Христом. И мы должны этому подражать ему. И он действительно благоговел перед своим отцом. Несмотря на то, что, представьте себе, он знал, какая близость у него. Он был его сыном, единственным сыном. И мы сегодня хотим раскрыть для вас, какое благословение принесет в вашу жизнь это понимание, когда вы будете действительно благоговеть перед Богом, будете с трепетом относиться к его присутствию в вашей жизни, к его слову, к его принципам. И придет благословение на вас, такое, которое вы даже не в состоянии вместить. Поэтому Бог хочет благословить вас сегодня. Дорогие друзья, как много Господь приготовил благ для любящих Его и которые имеют страх Господень. Дорогие друзья, страх Господень чист пребывает вовек. И Господь хочет благословить каждого из нас страхом Господним. Страхом Господним, чтобы мы исполнились. Потому что страх Господень, он есть источник жизни, который отводит нас от зла. И воистину в той молитве Господней, которой Господь учил всех нас, как молиться, чтобы Он не ввел нас в искушение, но избавил нас от зла и от лукавого. Дорогие друзья, страх Господень, он помогает нам проходить эту земную жизнь, для того, чтобы приняв Господа, когда мы приняли Его в свое сердце как личного спасителя, проходя эту жизнь, мы могли идти в страхе Господнем и совершить свое поприще, свое предназначение, свое призвание и явиться пред Господом в Его славе. Потому что Писание говорит, что без святости и чистоты никто не может увидеть лица Божьего. И когда мы теряем страх Божий, мы теряем, мы на самом деле грешим. А если мы грешим, то мы не можем угодить Богу. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Сегодня мы будем говорить о страхе Божьем. Не о том страхе человеческом, который может быть каждому человеку присущий. Есть демонический страх, есть религиозный страх, но есть Божественный страх, который есть начало мудрости и источник жизни. Об этом мы сегодня будем говорить. И действительно очень важно понимать то, что если будет присутствие Божьего страха, это совершенно противоположность того страха, который мы имеем, страха чего-то, ожидания какой-то в бедствии, нищеты или болезни. Знаете, люди сегодня, но написано, что боящийся несовершен в любви. В любви. Он не осознал любви Божьей. Я поняла, что страх Божий – это часть понимания отношений с Богом. То, что Библия увещевает о том, что жены должны благоговеть и бояться своих мужей, это не просто такой панический страх, как, знаете, ожидание чего-то плохого. А именно бояться потерять. Я вспоминаю эти слова апостола Петра, который сказал, «Куда мы пойдем? Ты имеешь глаголы вечной жизни, когда Иисус сказал, вы можете уйти тоже, как другие ушли». И когда они осознали, какую важность Он имеет, кто Он является, Он единственный. И так же самое, когда мы осознаем, кем является Бог, что у нас нет другой альтернативы, как жена понимает, что муж – это единственный человек в ее жизни, и у нее нет другого. Как сегодня, понимаете, когда вот это понимание ушло, люди думают, а, не ты так другой, понимаете? А вот точно так и с Богом. Бог единственный. Единственное наше прибежище, единственное наше будущее. И мы должны понимать и настолько с трепетом относиться к этому пониманию и к нашим чувствам к Богу в любви, чтобы мы боялись Его потерять, боялись нарушить эти отношения, которые настолько дороги, настолько должны для нас иметь первостепенную важность. Поэтому мы, дорогие друзья, вы просто должны понимать, что вот это и является, о таком страхе мы говорим. Поэтому оставайтесь с нами. Через несколько секунд мы возвращаемся, чтобы продолжить эту тему. Дорогие друзья, спасибо, что вы снова в программе «Твой лучший день». Спасибо за ваши звонки, за ваши письма, за ваше подбодрение и благословение. Мы сегодня имеем чудесную возможность делиться Словом Божиим о страхе Господнем. Действительно, страх Господень очень важен в нашей жизни. Если отсутствие Божьего страха, мы способны грешить. И если мы грешим, мы не можем угодить Богу. Дорогие друзья, страх Господень, он помогает нам угодить Богу верою, чтобы наша жизнь была угодна перед лицем Божьим. И Писание говорит, что мы со страхом и трепетом даже провождали свою жизнь на этой земле. Страх – это как-то, вы знаете, одно слово «страх», оно вызывает, ну вот, страх. Когда мы говорим о смерти – смерть. Когда мы говорим о любви, о радости – эти слова, они что-то другое у нас сразу ассоциация с хорошим. Дорогие друзья, но мы должны понять одно, что страх Господень – он есть начало мудрости и источник жизни, чтобы нам бояться Господа и не грешить. И что же такое страх Господень? Это глубокое почтение Бога, это благоговение, это поклонение, это подчинение, подчиняемость. Дорогие друзья, это не то, когда мы ходим перед людьми, и это плотской, людской страх, и мы становимся человекоугодниками, мы как бы свою надежду, свое упование на них полагаем, на людей. И люди часто, они, ну вот, заискивают, и действительно, боязнь пред людьми, она ставит нам сети. А кто надеется на Господа, тот будет в безопасности. Значит ли это, что мы не должны относиться правильно к людям, к начальствующим, которые над нами? Нет. Но именно когда мы будем иметь страх Божественный, это почтение к Богу, мы также будем бояться причинить или плохо поступить с другими людьми. То есть, другими словами, когда у нас будет страх Господень, мы будем уважать других людей. Почему? Потому что Бог – создатель каждого человека. Даже если мы недостойно поступаем часто Бога, то Господь остается верный в Завете, и Он не дает нам права, чтобы мы поступали, как и Писание говорит, не воздавайте злом за злом. Даже если кто-то зло какое-то причиняет, то мы не обязаны воздавать злом за злом. Но нужно нам печься о добром. Почему? Потому что Бог разберется с любой ситуацией. А Он не дал нам эту власть и это полномочие быть судьей. Вот в этом вся и проблема. Люди пытаются вершить суд, рассчитываться сами. От этого много и бед происходит. Но если страх Господень, Он отводит нас от зла. Он дает нам мудрость. Он нас наставляет, научает. Дорогие друзья, Слово Божье – это великая мудрость, которая заложена для каждого из нас. И Господь хочет, чтобы мы принимали Его Слово, растворяли веру в своем сердце, принимали то Слово, которое Господь сегодня говорит нам. Да, и очень важно, что тот человек, который имеет страх Господень, Слово Божье, столько обетования ставило нам для тех людей, которые написано, что ангелы Господни будут ополчать вокруг боящихся Его. И я размышляла над этим, думаю, каждый из нас, если бы нам сказали, что вот тебя могут сопровождать, ангелы могут не сопровождать. Обратите внимание, что просто ополчаться – это полки. Понимаете? Это говорит о том, что не один ангел даже, как некоторые говорят, у тебя там два ангела-хранителя или… Понимаете? Бог знает сколько. Но смысл в том, что Бог обещает полк. Полк – это, знаете, это множество. Множество ангелов. Они все заботятся о тебе. Они думают о том, как тебя защитить. Понимаете? Миссия ангелов – это обеспечить, исцелить, защитить, именно конкретно служить нам, как наследие Божие, те, которые наследуют спасение. Написано, ангелы и служебные духи тем, которые наследуют спасение. И те люди, которые наследуют спасение – это наша неотъемлемая часть. Мы обязаны благоговеть перед Богом. Мы обязаны иметь страх Господень. И еще о том, что Дух Божий, Дух Господень, Он – Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страх Господень будет сокровищем твоим. Посмотрите, это грань Святого Духа. Это, другими словами, характера Божия, сущности Божией. Понимаете? И если мы не имеем этой грани, это говорит о том, что у нас нет полноты. Понимаете? У нас незрелость. Знаете, дети, не осознавая, они могут кричать и плохо себя вести в любой ситуации. Но взрослые уже понимают, что здесь я не могу себя вести. Понимаете? Поэтому, дорогие друзья, мы возвращаемся через несколько секунд, чтобы продолжить эту тему. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». И мы сегодня рады продолжить нашу замечательную тему «Страх Господень. Начало мудрости и источник жизни». И кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Оказывается, мы видим, что страх Господень, он приносит мудрость, он приносит радость, он приносит веселье. Он именно будет выражаться в том, что мы будем почитать Бога, уважать. На самом деле, это не тот страх, который нам враг пытается нарисовать. Под словом «страх» мы все начинаем сразу бояться страха. Но Господь, Он часто говорит, не бойтесь. И здесь, как бы, вот как нам разобраться? Как будто противоречие. То не бояться, Господь говорит. Когда там родился Иисус Христос на землю, вы знаете, ангелы возвесили. Не бойтесь, ибо явилась вам большая радость и спасение для всех человеков, которые будут. И, дорогие друзья, естественно, нам ужасаться и бояться. Но Господь говорит, не бойтесь. Я с тобой, даже если будешь переходить воды, огонь, это не повредит тебе. Почему? Потому что я держу тебя за правую руку. Дорогие друзья, наше упование на Господа, оно открывает благословение с неба для нашей жизни. И псалмопевец говорит, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся Его, и которые ты приготовил уповающим на Него. И действительно, мы видим, что эти блага, которые Бог приготовил, вот представьте себе, мы видим сегодня, что только богатые люди себе могут позволить нанять этих телохранителей. И чем богаче человек, тем больше он может их нанять. Понимаете? И вот ходят, знаете, за президентами, ходят такие солидные мальчики, такие накачанные. Понимаете? Вот представьте себе, что на вашей стороне за вами всегда вот такие солидные, но не мальчики, а ангелы. Понимаете? Ангелы. Такое воинство телохранителей ваших. У вас будет страх? У вас будет страх в ожидании всегда какого-то бедствия, или что-то случится, или в аварию попадете, или... Понимаете? Я удивляюсь, люди, есть верующие, они боятся радоваться, они боятся разделить, свидетельствовать о том, что они думают, а вдруг будет хуже. Да, чтоб не сглазили. Вдруг будет хуже. Боятся сообщить что-то заранее, а то вдруг не получится. Дорогие, это как раз-таки открытая дверь лукавому. Наш страх, это ему позволение, что, оказывается, он может. Оказывается, вы верите, вы позволяете ему, потому что вы думаете, что он может это вам натворить. Вера же есть осуществление ожидаемого. Вот вы ожидаете бедствия, вас подстигнет бедствие, вы ожидаете нищеты, придет она нищета, потому что вы ее ожидаете. Это действие вашей веры. Если люди бы понимали, и вот в чем проблема, когда мы не понимаем любви Божией к нам, и мы не реагируем той ответной любовью. Понимаете? Ответная любовь, она будет ярче выражена, она будет богаче и глубже, чем больше мы будем осознавать, как любит меня Бог. Как Он меня хранит, как Он заботится обо мне. Понимаете? И вот это можно сказать, через познание Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 2 Петра, 1 главе, да? Через познание Его, через познание Иисуса Христа даровано нам все. И вот получается, что познавая Его, мы имеем и открываем для себя все необходимое для жизни и благочестия. Получается, если мы не открываем Его любви, не понимаем, не разумеем, не рассуждаем, вы знаете, вот написано даже, не рассуждая о теле Господнем, немного больны и немало умирают. Вы знаете, я в этот момент не понимала, думала, так что мы, получается, вкушая вот то, что должно нам жизнь нести, оно нас убивает. А я увидела, нет, в нем жизнь, но не рассуждая, не понимая, не осознавая, не имея откровения, мы блокируем эту жизнь, которая принесет нам исцеление, обеспечение, все необходимое, понимаете? И вот мы, а болезнь, это результат проклятия, оно и результат греха нашей жизни здесь на земле. Понимаете, мы лишены этой благодати и милости и жизни Божьей, когда мы не рассуждаем о теле Господнем. Дорогие друзья, позвоните, напишите, мы возвратимся и будем продолжать эту тему. Друзья, мы продолжаем нашу замечательную тему в программе «Твой лучший день. Страх Господень». И действительно, страх Господень, он чист и пребывает вовек. Вдумайтесь в эти слова. Господень страх, он чист и пребывает вовек. И Бог предназначил этот страх чистоты для каждого из нас. Потому что без святости и чистоты никто не может увидеть лица Божьего. Вы скажете, неужели такие высокие требования? А может, как-нибудь мы там протиснемся, как-то пройдем? Вы знаете, ну, у Бога просто как-то не бывает. У Него есть определенные принципы, стандарты, по которым Он поступает. У Него все работает гармонично, все чинно и в порядке, дорогие друзья. Поэтому Господь, Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Господь говорит, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит нам и очистит нас от всякой неправды. Сделает нас чистыми. То есть у нас будет пребывать страх Господень, чист пребывает вовек. То есть в нашей жизни, дорогие друзья, Господь желает видеть, чтобы этот страх пребывал постоянно. Не просто периодически. О, я хочу какую-то чистоту, знаете, мы где-то раз помылись там, и вот мы уже чистые. Господь говорит, чтобы этот страх, Он не убывал. Почему? Потому что как только страх Господень выходит из-под контроля, мы теряем, мы уже грешим, мы уже способны грешить. Без страха Божьего мы не можем не грешить, дорогие друзья. Это очень важно. Поэтому, если мы просим прощения, Он прощает нам по своей верности и праведности. Но если мы не ставим себя в положение примирения с Богом, чтобы обрести эту святость и чистоту, то Он, будучи верен и праведен, тоже не просит нам. Как же так? Неужели Бог? А я думал, Он такой милосердный, такой вот добрый Господь, любящий. Да, дорогие друзья, так оно и есть на самом деле. Поэтому каждый избирает или принять Его милосердие, Его прощение через раскаяние, через принятие страха Господнего, Его чистоты, святости, и быть с Ним всегда. И нести эту святость еще, пока мы здесь на земле, на этой земле. Или же отвергнуть. И часто мы видим в Священном Писании, где люди, они говорили, они не захотели слушать, они отвергли страх Господень. Поэтому, дорогие друзья, будьте мудрые, не отвергайте страха Господнего, потому что блаженны чистые сердцем. Страх Господень чист пребывает вовек. Это значит, что вы пребываете с Богом вовек. Навсегда. Чистые сердца Бога узрят. Поэтому будьте тем человеком, который стремится принимать и ходить в страхе Господнем. Да, я думаю, что вот если бы нам сегодня сказали, вот если ты будешь принимать эти таблетки или кушать вот это, ты будешь жить вечно. Ты будешь, ты будешь, даже болеть не будешь. Что вы думаете? Вы знаете, люди бы все отдали для того, чтобы сделать себе, облегчить, улучшить, обеспечить будущее. Дорогие друзья, сегодня Бог вам предлагает то же самое, даже еще в тысячи, в тысячи раз больше. Понимаете? Это временная жизнь не в сравнении с вечностю. И сегодня Бог предлагает, что если ты будешь благоговеть перед моими принципами, если ты будешь чтить то, что чту я, если ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Дорогие друзья, сегодня христианство даже в таком уже состоянии, просто мы видим, что уже беззаконие узаканивает. В церкви уже сочитывают церкви однополые браки. Понимаете? Вы видите, что в Америке произошло. Это уже никому не это. Это было сделано так, что даже никто не успел оглянуться. Понимаете? Даже никого не спросили. Понимаете? Это дьявол просто навязал. И это ладно одно, что это мирские люди соглашаются с этим. И защищают это, и борются за их права. Мы не против этих людей. Мне их очень-очень жалко. Я на самом деле очень сострадаю их, потому что я представляю, как они мучаются. Какие у них внутренние страдания, что они заставляют всех признать. Понимаете? Если я уверена, что тот, кто я есть, я женщина, мне не надо доказывать никому. Понимаете? Мне не надо всех убеждать, что вы поверьте, вы должны принять меня, мою женственность. Понимаете? Не надо. Если люди борются за свое признание, это говорит о том, что у них внутренняя борьба. Понимаете? Дорогие друзья, позвоните, напишите. Мы продолжим эту тему, когда мы возвратимся. Друзья, мы продолжаем нашу замечательную тему. Страх Господень. И действительно, боящиеся Господа. Мы сегодня говорим о страхе Господнем. У боящихся нет скудости. Вы знаете, там скимны бедствуют. Скимны – это молодые львы, которые, кажется, они вот такие цари, вот зверей. Они могут все себе позволить, как царь позволяет. Но они бедствуют. Но боящиеся Господа не терпят никакой нужды. Дорогие друзья. И боящиеся Господа говорят. Внимает Господь. И перед именем Его пишется памятная книга. И мы видим вот этот принцип о том, что я говорила. Когда человек знает, что что-то хорошо. Он прилагает все усилия. Такие обещания. Это Библия основывается. Это Бог обещал. Понимаете? И вот мы говорим, когда люди попирают принципы Божьи, попирают, и знаете, так даже нагло попирают. И приходят в церковь и говорят, что вы признаете нас. Это они не церковь заставляют, дорогие друзья. Они не с нами борются, не с представителями, они с Богом борются. Они Богу говорят. Нет, ты скажи, ты должен признать это, что это нормально. Что это можно. Что в этом нет никакого порока. А Бог говорит, Бог оставил свое слово. Он сказал, я не меняюсь. Дорогие друзья, вот если мы поймем, что мы Бога не изменим, и не должны менять, и даже не пробуйте, и даже не убеждайте всех, если вы даже весь мир убедите, и скажете, что это нормально, и признают, и легализуют. И то, что Бог сказал, что мерзко, то мерзко. Понимаете? Вот я о чем говорю, что вот это отступление, оно маленькое. Оно же не пришло сразу, понимаете? Оно мало-помалу то, другое, потом, знаете, равнодушно, а потом уже священников рукополагают. Вы понимаете? Это уже осквернение до такого уровня, которое мы даже не могли себе представить буквально несколько лет назад. Понимаете? И сейчас я говорю, вот так мало-помалу человек теряет страх Божий и приводит к такому безумию, где человек вообще лишается рассудка. И написано, что имели, за то, что они не захотели иметь Бога в разуме, а Бога, именно Бога, понимаете, со всеми Его принципами, во всей Его упаковке, не половинчатого Бога, не то, что вам нравится. Ой, Он спасет меня, Он меня любит. Да, Он тебя любит. Но несмотря на это, люди пойдут в ад. И может быть ты, если ты противишься Богу, понимаете? И поэтому мы здесь, чтобы сказать вам, чтобы предупредить, что не противитесь Богу, лучше согласитесь, примиритесь с Ним, подчинитесь, почитайте, благоговейте. И придет обилие, вот о чем мы говорили, цитировали Местописание, где придет обилие, обеспечение, придет защита, придут все самые лучшие пожелания, которые люди сегодня только мечтают. Даже самые богатые люди. Я вам говорю об этом, те люди, которые вам кажется, что они ни в чем не нуждаются, потому что им кажется, что они купят все, они не могут купить Бога. Они не могут купить благость Божию, милость Божию, никто не купит, понимаете? Даже несмотря на то, что они будут готовы отдать все свои деньги взамен, понимаете? Им надо сердце покорное Богу. Поэтому, дорогие друзья, не противьтесь Богу, покоритесь, и мы будем молиться за вас, чтобы вы просто были теми людьми, которые примут этот страх Господень как самое драгоценное в своей жизни, как будет фокус, знаете, как фокус, который вы цель поставили в жизни, и вы к ней стремитесь. Вы все другое, можно сказать, вот линзу, как бы ее подкручивают для того, чтобы направить фокус, чтобы было точно. Поэтому точно так, если вы будете, как бы поставите цель, я хочу иметь страх Господень, я хочу быть тем человеком, который благоговеет, любит Бога и боится, и просто трепещет перед именем Его. Только страх Господень поможет нам правильно поступать в любой ситуации в нашей жизни. Дорогие друзья, Господь говорит, сказано тебе, человек, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно, то есть в страхе Божьем ходить пред Богом твоим. Дорогие друзья, сегодня чудесное время, и наша программа подходит к концу. Мы вас благословим молитвой, чтобы страх Господень был источником вашей жизни, чтобы он пребывал с вами вовек. А это значит, Господь дает то место и тот удел каждому, кто поверил в Бога, принял Иисуса Христа, как личного Спасителя, быть с Ним не только здесь, но и навсегда. Но Господь желает, чтобы вы, приняв Его, могли еще рассказать и показать, и указать, и быть светом и солью, добрым примером для многих людей на этой земле. Чтобы они также исполнили страха Господня и были всегда с Господом. Отец Небесный, во имя Отца, Сына и Духа Святого мы благословляем сейчас каждого человека, который смотрит эту программу, который слышит Твое Слово. Пусть Твое Слово и страх Божественный войдет в сердце каждого человека, чтобы мы могли бояться греха, чтобы мы могли отступать от зла, потому что Твой страх, он совершит и научит нам, нас, как поступать в этом мире. Господи, благослови каждого человека во имя Иисуса Христа мы просим. Слава Господу действительно за то, что Он сегодня просто вразумляет нас, наставляет нас и направляет нас на стези правды, на тот путь, где будет благословение, где ждет вас благословение, где Бог гарантирует успех во всех сферах. Вы понимаете, если вокруг вас то могущественное воинство ангелов Господних, которые будут вас оберегать, обеспечать, исцелять, которые будут наполнять вашу жизнь просто божественной силой, вдохновением, понимаете, будет давать Бог вам, можно сказать, такие откровения, божественную мудрость. Понимаете, все, в чем мы нуждаемся для жизни и благочестия, Бог хочет наполнить вас через то, что вы направите свою жизнь в страхе Господень, к цели угодить Богу. Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что вы были в программе «Твой лучший день», и мы посылаем вам шалом! Субтитры подогнал «Симон»!